ну что уважаемые любители рок музыки чего должен начать день настоящий рок музыкант конечно же с физической подготовки а перед этим он обязательно должен взвеситься как настоящий спортсмен настоящий спортсмен всегда взвешивается до тренировки и после чтобы узнать как поработал хорошо или не очень а ну давайте ёшкин кот вот это рок-путешествие исхудал исхудал дядя серёжа был 110 а сейчас 109 ты куда-то годится зелена ивановна вы вы бросьте это дайте пожрать что-нибудь нет на ночь то включение никуда не одеться вообще с куда все целый килограмм сбросил за это путешествие а сейчас попарюсь поплаваю и покачаюсь пойду качаться с вашего позволения конечно исключительно о начну с пробежки и не о о сходу сходуль начну мне нравится ходули а а это по на это по нашему хорошо а вы говорите что плохой отель до прекрасный отель ренессанс санкт-петербург балтик видите специально под рок-звезду зарезервировали закрыли весь этот спортзал чтобы никто мне не мешал нельзя мешать вы понимаете я должен быть в городе в одиночестве творческие мысли они творцов посещают обычно в одиночестве ну чё неплохо прям как у меня дома у такой же стоит я иногда раз в день балуюсь на нем я попробую что-нибудь посерьезней вот эту фиговину сейчас буду тягать вниз а ну вот теперь можно и на сцену теперь гибсон лес пол покажется пушинкой ну чувствую прям прям силы так и наполняют мои мышцы о гипер экстензия это мой любимый тренажер обожаю гениальное изобретение не помню кто придумал но обалденная вещь но согласитесь он красивый даже это для того чтобы спинку немножко держать в тонусе обалденный аппарат реально очень-очень классный тут можно и боком боком можно тоже хороший аппарат качать четырехглавые мышцы прекрасная машина да затем мышцы качать четко без постороннего вмешательства других сил поэтому это прекрасно аппарат гипер экстензия отлично и это классно да тут все хорошие это ведь подкачались гитару тебя буду носить со спокойной душой но 4 главы подкачали надо теперь 30 чуть-чуть качнуть а ну вы говорите все будет плохо все будет великолепно рок теперь в надежных руках русские я имею ввиду но мы доберемся и до них до западных рок музыкантом и покажем еще что такое русская рок музыка и пойдемте немножко гантельки потаскаем без этого нельзя антель это начало это основа спорта пойдемте помните прекрасную песенку который сочнил и спел владимир семенович выдох глубокие руки шире не спешите 34 бодрость духограция и пластика общеукрепляющая утром похмеляющая если же пока еще гимнастика ну что покачался сил поднабрался мышцы вспухли халат не сходится на него видят настолько распирать мощь русского богатыря чтоб халаты не сходятся со мной пойдете ли не или будете тут сидеть на берегу буду сидеть на берегу не хотите ну что друзья прощайте я пошел я же боксер это сгонщики веса парилка для них второй родной дом и мы после каждой тренировки заходили в под парилку подсушиться и поэтому у меня до сих пор четкое предупреждение и неприятие парилок но ради вас я пойду чтобы показать что здесь за парилка в этом отеле подушек немножко погоняем но хорошая парилочка чем хороша тем что во первых она небольшая по объему невысокий потолок и габариты небольшие поэтому она быстро нагревается это классно особенно когда у тебя дома она автоматическая ты едешь на дачу нажал кнопочку дистанционно и она включилась подъехал уже там горячая через час это раз второе хорошее дерево запах хорошее дерево никакой химии отлично молодцы а то бывает по неопытность возьмут лаком по кругу красивая была и тут должно быть настоящее дерево ну и видите она пользуется спросом потому что потемнело дерево от температуры мы когда спортсмены были и парились то нас периодически тренер заставлял брать стеклышки и чистить чтобы она была опять беленькая чтобы запах дерева шел что еще грамотно сделать температура здесь нормальная потому что разгонять температуру огромную есть любители попариться на занять за сотню не это это неприятно телу и это смысла особо не имеет а здесь 92 мы вошли на самом деле 85 90 вот это отличный диапазон температуры потому что это комфортно вот так бы я сказал ограждение видите чтобы никто случайно не обжегся но и большие любители парилки финны и шведы всегда говорят что русские очень больших любителей там намного больше любят разбираются самое лучшее вот эти вот нагревательные приборы делают шведы и финны так вот они температуру больше 85 90 не подымают они в этом разбираются потому что все должно быть комфортно здесь и если плеснуть водички пеника можно так пройти что мало не покажется поэтому только дилетанты разгонять температура за сотню и что еще интересно они грамотно сделали дверь с дырками то есть воздух спокойно циркулирует так и должно быть плотно не должна закрываться дверь в бане но по крайней мере глибо должен быть сделан проем под низом под дверью чтобы воздух мог заходить сюда дверь должна открываться только наружу сделано все грамотно все правильно а так хорошая парилочка удобная честно скажу получаю удовольствие жир прям тает с меня люди не скоро на сцену мне надо жир вытопить связь мои доброжелатели и хейтеры сомневаются что на сцену выйду выйду ребят не переживайте за меня не переживайте заводчиком дело не станет будет скоро концерта работать все будет хорошо и для того чтобы сердцу здесь дышалось хорошо потому что жара все-таки это нагрузка на организм то конечно же надо пользоваться водой водой прыска желательно конечно туда добавить немножко ароматизатора чтобы повысить влажность чтобы легче было сердцу нашему находиться в парилочке получать удовольствие елена она плесну сейчас поэтому ворота будете закрывать напарился от души и пришел в местный бассейн хорошо сделано грамотно грамотно такие лежачки приятные вижу приятно освещение хорошее и вот она жемчужина спа-центра великолепный бассейн вот сейчас я туда и погружусь с вашего конечно позволения уважаемые любители выпуски без вашего позволения я ничего не делаю никогда ну и конечно я все делаю конечно с позволением своего начальства но как раз вот здесь находится пока не видят докладываю все а потом я у него спрошу разрешение как можно мне за народе ли ты елена можно или нет все как же хорошо уважаемые любители после парилочки задавать вот такую прекрасную лужицу в пятизвездном отеле я понимаю вашу сейчас сарказм и иронию ты что в очках нырял а я же без них не могу ничего ну как мне без очков это что образа разрушает если я буду без очков ребята это нельзя хочу сказать отель хорош хороший отель великолепный дизайн чисто светло отличная еда отличные интерьеры все посвящено поэзии петербургской она пронизана на обоих стихи в комнатах стихи на потолках стихи везде проекции поэтов портреты поэтов прекрасно это нравится поэтичность это уловили дизайнеры вот эту гармонию этого города вместе с поэзией и прекрасный спа ну согласитесь там отрезвляющая гимнастика вот и хоть и небольшой 10 но бассейнчик а тут так запускает на два человека лицу две лежачки то вполне досталось я помню мы были в испании сняли заарендовали виллу и сначала вилла хорошая большая с гаражом с территорией со своими барбекю все там было там шесть или семь спали на вся семья приехала за руководство приехала все поместились все было отлично но был маленький бассейн такой как это даже может чуть поменьше но манюзики и мы сначала были на как же плохо а потом это было любимое место нашего нахождение мы залазили садились но от моря сам собой поэтому палом не прекрасный бассейн температура комфортная вот мы были на мальдивах там шаре 28 на самом деле жарко а здесь градусов 24 вот так вот это ну может 22 не пользу после парилки то что надо остыть ну что неплохо я хочу сказать и души пить и хороший и души хорошего это современность большим таким распылителем на один недостаток недостаток делали не опытные люди это люди не не разбираются что такое паренька кто-то делал здесь здесь очень скользкий пол здесь можно покаленчиться они не просто так рисовать это осторожно скользкий пол здесь реально очень скользко выходишь из бассейна такие такие полы нельзя делать помещениях с бассейнами так навернуться можно шаблоган не будешь и прорубь музыку забудешь вот такие методы я с вашего позволения водички хлебнутая хотя вы знаете когда вес гоняешь но воду пить нельзя я когда спортом занимался а я занимался боксом где-то лет ну и конечно сгонка веса постоянно и поэтому удивительный был факт что ты можешь даже не пить воду не пьешь воду целый день не пьешь воду лишь мало держишь вес паришься каждый день а то и два раза в день паришься это при том что утром пробежка потом утренняя тренировка вечерняя тренировка и все равно вес набирается а почему организм впитывает влагу из воздуха потому что мы делали лучше извините за подробности мы помимо того что ничего не пили не ели парились и тренировались мы еще постоянно жевали жевачку на улице и сплевывали слюну чтобы организм сушить потому что каждый держал килограмм по 6 по 7 а что уважаемый любитель рок-музыки хочу сказать вам хорошо лучше я хочу вам сказать парилочка позанимался поплавал прилег водички попил отдохнул ну великолепно а так и надо по-другому жить нельзя нужно наслаждаться жизнью я вот рекомендую всем это делать несмотря ни на что наш сеанс заканчивается поэтому предлагаю пойти сходить взвеситься и посмотреть сколько волочек sd за вот эту часовую тренировочку с парилочкой сбросил весу пойдемте опять иду на взвешивание а вы знаете на соревнованиях каждое утро взвешивания проверяют не набрал диску вот сейчас после тренировочки но у нас получилось а уважаемые любители рок-музыки я сбросил еще полкило 108 500 елена ивановна я иду на рекорд а вы знаете мою задачу сотня вот когда будет сотня я буду прыгать на сцене но так так что не зря сходили и не зря поселились в этот прекрасный отель со спа-центром все едем на экскурсию на очередную в наше рок-путешествие из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу